здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте и я решила почитать вместе с вами ваши комментарии к моему видео красивейшие украшения оказались ловушкой и что же мы увидели это за вчера доброе утро катенька спасибо за библию люблю вас любушка я вас тоже люблю галиночку вот она у меня всегда сердца я вас тоже люблю я вам сразу сердечки ставлю так лилечка милик кян пишет благодарю тебя катенька за полезные советы я вчера общалась с моей приятельницей у меня с ней была дискуссия она сомневается я сейчас вам скажу кое-что лилечка чтобы она не сомневалась и дальше она приводит свои доводы вы свои сейчас я отвечу дальше танюша удальцова я сейчас вас воедино так сложу лилечка и объясню танюша удальцова пишет катюша доброго дня вам доброго интернет семье я ученик разумный все сразу схватываю делаю выводы красавица моя вычеркну все что отдаляет меня от бога и прошу каждое утро его об этом благодарю вас целую люблю вас катенька преобразовываю умничка дальше света светлана хуторская пишет доброе утро катрин спасибо тебе за все пояснения в библию и жизни будь благословена ты вся интернет семья ириша маляревич всегда ее спасибо со мной еленушка всегда сердечки получаю от нее лиля семенова тоже пишет спасибо дорогая тоже на это обращаю внимание всех благ вам елена петросова тоже всегда с благодарностью ириша ринас екатерина адаменко я вот теперь ярослав до лэнка но это наверное не ярослав а может быть имя другое потому что здесь фотография девушки она пишет астрономия астрология были миллионы лет тому назад так почему нельзя верить и и это в это и зодиак точно не принесет вреда это на то видео вы говорите ярослава где я рассказала почему нельзя верить вот интересно людям говоришь почему но все эти журналы все это бесконечные прогнозы даже ищу жену ищу мужа давай поженимся передачей там слушают совета зодиакально маниакальных людей вы что ну как может посоветовать человек по звездам вашу судьбу вы просто ее прогадываете астрология стоит в совершенном противоречии к библейской вере и по существу она есть языческая языческая богу враждебное вы понимаете и это наука антихристианская это антихристианская религия звезд за которой стоит спиритический дух предсказания вам предсказывают судьбу по которой вы пойдете они по той по которой вам предназначена идти вы понимаете это если кто-то попал с ней каким-то образом соприкосновения ярослава через гороскоп или там через глубокое свое убеждение тому необходимо прочитать первую заповедь и переслушать снова это мое видео которое вы только что не поняли очиститься через кровь нашего спасителя и отмеживаться от этого духа предсказания всячески говорите именем иисуса христа именем иисуса христа отмеживайтесь всячески понимаете возьмите писание начните его читать и начните с 10 заповедей я говорю где это повесьте их у себя начните растворяться в этом заведите хорошую красивую тетрадь для своего будущего поколения чтобы у них была эта тетрадь ваше рассуждение это ведь так увлекательно вот поэтому я вас сейчас удаляю для того чтобы не смущать на моем канале других но ответ вы получили так дальше олечка зеневич пишет благословение катенька вам вашей семье и все интернет семьи девочки и мальчики спасибо большое олечка я принимаю ваше благословение по моему это лучшее что может быть когда вам отправляют благословение и вы в этот момент должны принять хотя бы вот таким вот сердечком это моя передача что я люблю вас я ни разу не покупала не рассматривала интуитивно пишет мария оказывается катюша все обосновала слава богу я все обосновала как вы говорите мариша и все равно видите народ ну никак никак вот настолько он зашлакован мозг его духовно духовное состояние настолько грязное что не могут они выплать это как знаете обрастать вещизмом и невозможно повыкидывать все это и в этой грязи сидеть распихивать когда уже на голове у вас эти вещи гаене рафиков на вы знаете я обожаю читать гороскопы и слепо верила оказывается большая грешница хотя себя считала верующим человеком дорогая моя гаене такая фотография красивая здесь вы знаете мы все грешники мы все грешники жить в этом мире и уподобляться богу это такой такой знаете путь такой тяжкий путь это тяжело но если это тренировать в себе то это легко вот такое вот происходит олечка андреева дорогая катенька здравствуйте добрый день вам и всей вашей семье и интернет семье катенька спасибо огромное за то что открываете людям то что написано в священном писании библии который является словом живого бога вот и все вот и все а также за то что объясняете по библии важность соблюдения для человека божьих заповедей чтобы он действительно не погиб а наследовал вечную жизнь в раю как верующий человек я тоже считаю очень важным рассказывать другим людям о важности ежедневного чтения и глубокого размышления все правильно только так только так и спасибо вам за все пожелания дорогая олюшка и хочу сказать почему я это делаю ну потому что вот я читаю и мне иногда хочется чтобы мои близкие моя семья прежде всего семья потому что у меня большая семья вдруг кто-то не читает и вот я читаю вслух и разъясняю дальше кто у нас дальше ириша маляриевич но вся эта нечисть пишет мешает людям жить так и есть вчера встретила свою одноклассницу пишет она мне рассказала за нашу общую знакомую была прекрасная семья двое девочек у них расстались причина была двое девочек у них время прошло хотели помириться а ее муж ходит к экстрасенсу и когда-то в чем-то он ему помог наверное угадал что-то и когда он обратился с вопросом могу ли я вернуться к жене тот сказал ни в коем случае но вы представляете что творят возомнил себя вершителем судеб и все муж послушал и живут порознь жаль вот такое вот тоже к сожалению бывает вот вам и экстрасенсы никогда никогда господь не посоветует разбить семью вот понимаете да все верно вы говорите катрин спасибо вам за мудрость спасибо вам большое златушка спасибо всем девчоночкам и я вам отправляю леночки шмидт инесси и на инесси пишет катя я считаю что астрология стала как эпидемия это так и есть ведь спасутся немногие иночка вообще немногие вы же посмотрите на многие каналы где мат где грязь вот такая знаете сатанинская дьявольщина туда подписаны миллионы и им это нравится им это нравится скандалы политические шоу посмотрите там миллионы и нормально а у нас а у нас всего лишь там сто восемьдесят или сколько там тысяч и все из всего 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 даже взять раска русскоязычного населения мира вот вам и ответ очень мало людей которые действительно понимают что мы не в вечности вообще не в вечности и что нам надо успеть мы же можем не успеть за все покаяться мы можем думать что мы живем правильно а в этот самый момент даже не знать о том что на нашей шее висит обузой наша идентификация айди наша и если у вас на шее ваше айди висит виде знака зодиака то это просто хула на святого духа что не прощаем поэтому нужно каяться покаяние не дай бог с этим знаком войти вечность до вечности не войдешь с этим знаком так людмилочка наталья большое вам спасибо мариша вам всем сердечки светочка и ириша и я вас всех и люблю людочка анастасия бабаева спасибо катенька большое что все так подробно нам объясняете а я всегда хотела иметь украшение со своим знаком зодиака но в ювелирных не попадалось тот момент кружка со знаками зодиака долго никогда не держалась разбивалась и теперь благодаря вам я понимаю что это господь уберег меня от этого вот пожалуйста теперь надеюсь вы не будете кружки покупать ну а что сделать нужно покаяться покаяться за то что был момент в жизни когда язычество преобладала когда мерзость преобладала и сказать господу господи прости меня за это и больше просто к этому не возвращаться вот и все это все так просто как знаете мы к маме к папе подходим гривы прости мамочка и все и они прощают вот ниночка спаси господи катенька у вас правильный осторожный подход спасибо ниночка за такие слова которые вы пишете мне укрепи вас господи я принимаю эти слова мне укрепление очень нужно и наталья волчанская пишет очень интересные вещи пишет верю что все вместе мы изменим мир к лучшему изменим наташ но мы не в состоянии спасти всех но как можно больше как можно больше просто это все просто галина игнатьевна пишет спасибо катерина голос приятный к сожалению после смерти моей мамы я болею и даже прикоснуться не могу к библии галина почему вы не можете прикоснуться к библии я не понимаю вас у меня тоже ушла мама в мир иной но это не значит что я наоборот побольше читаю библию я еще больше потому что мне не хочется идти в бездну мне хочется встретиться с моими родными и близкими все-таки в райских садах а в то что вы делаете вы очень зря очень зря вы это делаете что значит не могу прикоснуться к библии вы не прикоснает не прикасайтесь лучше к журналам зодиаками вот именно к той странице где зодиаки вы лучше не прикасайтесь к этому а вы прикоснитесь к библии где написано благослови ближнего своего люби ближнего свою почему вы не хотите прикоснуться к слову Божьему, к тому, где написано «Люби ближнего своего». Вы знаете, что я вам хочу сказать на этом? Я вам хочу сказать вот что. Вы знаете, второе к Тимофею, мне нравится глава 4. Если бы вы прикоснулись к Слову Божьему, и там, где Новый Завет, второе Тимофея, вы бы прочитали «Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим, который будет судить Иисусом Христом, который будет судить живых и мёртвых, явления его, и царствия его. Проповедуйте Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Вот похоже на то, что вы здравого учения принимать не хотите, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Поэтому я вам хочу сказать. Вот обратите внимание на ещё раз второе Тимофею, главу четвёртую, именно вот тут, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Поэтому не льстите себе, а выберите себе здравое учение и растворяйтесь в нём. Оно вас утешит, оно вам поможет, потому что, если вы будете идти с любовью к ближнему, то вы и обретёте покой и радость с ближним. Что, Галинушка, хочу вам сказать? Хочу вам сказать, что жизнь не закончилась, я вам очень соболезную, но так устроена наша жизнь, что мы должны прощаться с родителями рано или поздно. И отвратительно, когда наоборот. Хотя и такое бывает. Виктория Матвиенко пишет, Катрин, огромное спасибо за бесценные уроки Святого Писания. Будьте благословенны вы, ваша семья и наша интернет-семья. Я принимаю, Виктория, ваши благословения. Леночка Магометова пишет, дорогая Катюша, спасибо тебе за интересное видео и Библию. Я люблю слушать про Библию. Да хранит Господь Бог вашу семью, интернет-семью. Наша, наша интернет-семья. Опять Галина пишет, сейчас уже летит огромный астероид на Землю. Скоро все кончится. Ну как вы такое вот предсказываете? Галина, вы что, Бог? Это я удаляю. И дальше вы пишете, что-что, и Бог не всесилен. Будем в обнимку с Библией лететь во Вселенную. Ой, уже по ТВ объявили. Ну значит, получается, раз вам Бог не всесилен, а мне Бог всесилен. Вот кому Бог не всесилен, их вот вокруг все и уничтожает. А кому Бог всесилен, то знаете, сколько астероидов падало уже на Землю. И вот для кого Бог не всесилен, там погибали. А для кого Он всесилен, эти люди продолжают жить, радоваться, наслаждаться жизнью. И я уверена, большинство в райском саду, для кого Бог всесилен. Поэтому я вам могу объявить, Бог всесилен. Ведь вы живой человек, и это, пожалуйста, вы яркий пример тому, что Бог всесилен. А Вселенную по ТВ объявили. То, что по ТВ объявили, вот это не всесильное. Вы знаете, когда-то ТВ вообще не было. И скоро его тоже не будет, потому что интернет его просто, просто уберет. Уже многие телевизоры вообще не смотрят. И вам советую, каналы государственные не смотреть. К сожалению, мне этот комментарий не нужен здесь, поэтому я его убираю. Потому что для меня Бог всесилен. Удаляю. Всё. Дальше. Сердечки пошли. Имя только здесь нету. Красивая фотография, а имени нет. Я бы с удовольствием узнала. МТ и Ю. Три буквы только. Веруся Александрова всегда меня поддерживает. И вообще всем, кто меня поддерживает, кто неустанно пишет комментарии, огромный поклон и спасибо. Пишет. Доброе утро, Катя. Всегда приятно встречать его с тобой. И, конечно, со Словом Божиим. Я тоже из дома всё выкинула. И никаким амулетом и гороскопом не вернусь никогда. Вот, пожалуйста. Библия — это письмо от Бога. И, конечно, я уже не пущу в свою жизнь другого. И навозом тоже быть не хочется. Благослови тебя Бог. Спасибо большое, Верочка. И принимаю ваше благословение. Всегда-всегда. Всегда-всегда. И верю на каждое ваше благословение. И ежедневный ваш труд, когда вы мне пишете сообщения, комментарии. Я знаю, что к вам возвращается в тысячи раз больше. И я вижу, как вы меняетесь, просто меняетесь. Когда вы первый раз ко мне пришли, какая вы была и какая вы сейчас. И я знаю, что у вас появилось много новых людей в жизни. Слава тебе, Господи. Не бойтесь устранять от себя, удалять всё, что вам не нужно в этой жизни, чтобы не волочь грузом на себе всякую нечисть. Мама-мама пишет. Ты права. И в Коране тоже так сказано. И в Коране, Коран это тоже считается святое писание у мусульман. И поэтому там не может, чтобы такого не было. Там, если это святое писание, там и любовь, там написано и про христиан правильно, и там написано про, конечно же, знаки Зодиака. Спасибо, что вы даёте вот такие выдержки из Корана для того, чтобы девочки, кто идёт по Корану к Богу, чтобы они это тоже понимали. Потому что им вообще очень сложно. Там нужно всё до единого. И у них не было Христа, который очистил и омыл грехи. Тут вообще нужно быть с каждым словом осторожно. С каждым, с каждым движением, скажем так. Дальше. Бонд 577. Почти что Джеймс Бонд 007. Прямо такие. Ну, будем читать, что же вы нам написали. Если так разобраться, не надо верить, что есть звёзды. Почему? Что за глупость? Вы о чём? В смысле? Я вам говорю про гороскоп, про предсказания. Я про Ивана вам говорю. Про предсказания, про гороскопы я вам говорю. Вам надо переслушать. Вам надо переслушать. Обязательно вы... Вот интересно. Люди слушают и не слышат. Посмотрите, какой вывод человек делает. Не надо верить, что есть звёзды. Это что такое? Не надо верить, что есть стул. Не надо верить, что есть табуретка. Не надо верить, что есть экстрасенсы. В смысле? Они, конечно, есть. Что значит, не надо верить, что есть звёзды? Звёзды, конечно, есть. Это же галактики. Это же планеты, о которых нам ничего не известно. Допустим, к нам послан Христос во спасение. Кому-то, кто-то ещё мы не знаем. Вы знаете, что Божий ум познать невозможно? Посмотрите, какую гениальную Он создал Землю, какую красивую. Посмотрите, какое Солнце. А вы знаете, что есть другие галактики? Ну ладно, читаем дальше. Есть галактики. А, вот вы и пишете. Конечно, есть. Господь создал их, Бог создал их. Есть инопланетяне. Да много чего есть. Есть и живые планеты. Просто мы о них не знаем. Есть другие планеты, на которых есть жизнь. Понятное дело, есть. Дальше вы пишете. Я не говорю, зодиаки всю правду говорят. И прогнозируют правильно. Но это что вы говорите, сатанизм. В смысле, что я говорю, сатанизм? То, что я открываю Библию, зачитываю Библию и опираюсь только на Святое Писание? Так, ну всё понятно. Это мы удаляем. Тут мне всё ясно. Даже говорить дальше не буду. Так, дальше Надежда Якимова пишет. Спасибо, Катя, что ты учишь и объясняешь, что является мерзостью пред Богом. Аминь. Пожалуйста, Надежда. И мне приятно, что вы с нами в нашей интернет-семье. Так, Сигер Тетрив. А вы что, пастор? Заигрались вы? Это что такое? Это что такое? Нет. Я Кэтрин Докс. Я читаю Библию. Я рассказываю про свою жизнь. Делюсь со своей семьёй и со своей интернет-семь. А вы кто? Пастором может быть только мужчина. А кто вам сказал, что я пастор? Не, вы, наверное, не знаете. У меня другая область. Я связана с иностранным языком. В частности, с английским. Вас я тоже удаляю. Но вам я ответила на вопрос. Дальше пишет Анна. Вернее, не пишет, а отправляет мне приятные сердечки и цветочки. Аннушка, я принимаю. Ренина, пишет Аванесян. Пусть истинный Бог и дальше благословляет ваши искренние усилия и понимание в божественном и изначальном замысле населить всю землю праведными людьми, вечно живущими на этой чудесной планете в райских условиях и знать, что земля никогда не перестанет быть, потому что это любимое живое детище Бога. А слово Бога не может измениться из-за совершенного когда-то греха. Красиво вы пишете, но на всё воля Божья и Господь Бог знает, что перестанет, а что не перестанет. Я бы так, Рениночка, вам ответила. Я бы не стала говорить то, чего в Библии нет. Мы не знаем. Дальше. Земля перестанет быть или не перестанет. Этого в Библии я не читала. Вот. Ну а нам, конечно же, нужно стремиться в райское, в райские места. Ларочка. Потому что ясное дело, что мы не в вечности сейчас находимся. Ларочка моя всегда меня радует. Талочка, Талочка. Уже я без ваших комментариев, девочки, не могу. Просто сегодня вместе решила с вами провести. Доброе утро, Катюша. Благодарю вас за такую беседу и за разъяснение. Храни, Господь, вас и всю вашу семью. И нашу интернет-семью, Талочка. И нашу интернет-семью. Всем хорошего дня и настроения. Спасибо, моя хорошая. Сердечко вам я оставила. Это я вернулась посмотреть. Оставила ли я вам сердечко. Ну вот, по-моему, я всем, 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 всем ответила. Вот так я всегда читаю ваши комментарии. Всегда очень досконально отношусь к этому. И стараюсь подробно ответить. И хочу вам, знаете, что? Хочу обратить внимание на то, что... И знаете, что бы я хотела в конце как бы подытожить. Всегда люблю подытожить. Вот я бы сказала так, что Бог, Он рассматривает не только идолопоклонство, колдовство, знаки зодиака, всё это как мерзость. Но и самого человека, который их совершает. Понимаете? Потому что многие могут подумать, да, вот зодиак мерзость, а вот то, что я читаю, там это ничего. Нет. И кто совершает. И тех экстрасенсов, что Ира написала, что вот предсказывают. И тех людей, которые через телевидение это произносят. И вот таким вот образом, как мы сейчас познакомились, да, тоже с человеком, который его сердце... Ведь вы знаете, то, что переполняет сердце, как в Библии, то говорят уста. Вот сердце переполнено вот этим у этих людей. Вот сейчас всё, что я зачитала, вы сейчас видите, чем переполнены ваши сердца и сердца тех, кто пишет. И поэтому мерзость – это тот человек даже, который это всё совершает, как мерзость, отвращение, как одно с самим сатаной. Вот что такое одно с самим сатаной. Это вы, если откроете второзаконие, главу 18, стих 12, вот как раз там это написано. Это в Старом Завете. Всякое идолопоклонство, я вам хочу сказать, и так называемые грехи мерзости, они обозначают наибольшую вражду против Бога и имеют не только языческое, но и демоническое происхождение и всё больше отдаляют от Бога. Вот отсюда, именно отсюда тяжёлые угрозы, наказания, обещанные Богом в своём писании. А я вас всех люблю. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Растворяйтесь в Святом Писании, в Библии. И помните всегда, что ранами Христа вы исцелились. Пока-пока.